Всем привет, друзья! С вами канал МаксГан И сегодня мы поговорим о винтовке Шторм Еще раз Я выезжал уже с ней стрелять Но дистанции были не очень интересные Так что решили поехать сегодня на природу И попробовать пострелять на 50, 100, 150 метров Смотрите, как мы сейчас будем действовать Мы сейчас пристреляем винтовку на 100 метров С баллистическим калькулятором я проверю прицел И, естественно, баллистический коэффициент пули, который есть в интернете Пули у нас используются 3,5 грамма Не знаю, как их называют «Катюши» Честно говоря, не знаю Давайте еще раз немножечко о винтовке Вот так вот она заряжается Сейчас я достану пульки Вот так вот отводим И вставляем пульки В принципе, очень удобно И магазин очень удобный Все Магазин никуда не уходит Вот так вот на магнитиках он сюда заезжает Ну и биатлонный взвод Просто заводим пульку Вот Я сейчас вам покажу Сейчас мы сделаем пристрелку на 100 метров Давайте, во-первых, я сейчас померю из дальномера точную дистанцию У меня есть тепловизионный прицел Дженни На нем есть как раз-таки дальномер Сейчас я его включу Для точного эксперимента И через Стрелок ПРО мы забьем все дистанции 106 метров 55 метров И 153 метра 154 И так Сейчас мы пристрелку делаем Винтовки на 106 метров Я предварительно ее немного Перестрелял Все, мы сохраняем Значит, дистанция пристрелки у нас будет 106 метров Дальше мы будем уже Пробовать Так, я включаю камеру Тридеркам Все, запись пошла Выставляем четко винтовку И делаем выстрелы Ветер в спину Примерно 5 метров в секунду Есть Примерно 5 метров в секунду Дальше Смотрите Катерпо И делаем выстрелы Чуть-чуть уходит вправо, мы видим на мишене. Подводим. Это у нас дистанция 106 метров. Переходим на дистанцию в 50 метров. 55 у нас было. Смотрите, стрелок ПРО. Например, здесь у нас данные есть. Мы стреляем на 55 метров. Он показывает, что мне нужно сделать 34 оборота. Вниз. Вот мишень у нас на 55 метров. Отстройку параллакса делаем. И я поднимаю прицел на 34 клик. Готово. Делаем выстрелы. Загнал еще одну пульту. Не загнал, а одной пульту. Сейчас сделаем выстрелы. Ну вот. Все-таки ветер у нас присутствует. Я на ветер поправку не делал. То есть чуть-чуть прям левее ушли пульки. Вот мы видим. Дальше. Следующая у нас дистанция. Давайте магазин пополним, зарядим. Следующая у нас дистанция будет 153 метра. На этой винтовке. Винтовка с полигональным стволом. Прямоток. Рабочее давление до 200 атмосфер. До 180. Она ровно стреляет нормально. До 180-190. Если давление падает ниже, то уже пулю не хватает. Пули не хватает. Сейчас я возвращаю барабаны в исходное положение на 0. И я хочу стрелить на 153 метра. Вот я ввожу поправки. То есть нужно поднять нам прицел на 38 щелчков. Вот все. Мы подняли на 38 щелчков. О чем я говорил, значит, по поводу полигональности. Ну то есть пуля тяжелая, 3,5 грамма. И давление должно быть сильное на этой винтовке. В этой же фирме, ну как бы от этой компании Шторм. Есть разные винтовки. И редукторные. С чоковым стволом, например. То есть, в принципе, выбор есть. Это у нас компоновка Bullpup. Есть классическая компоновка. То есть, в принципе, выбор широкий. Также в нашем магазине все можно купить. Винтовки у нас есть эти. Так, вон у нас мишень. Значит, придется мне вот так вот поднять. Вон у нас далеко эта мишень. На 153 метра. Отстройка параллакса делаю. Можно увеличить. Хотя вам, наверное, камера будет хуже видно. Давайте я так буду стрелять. Делаем выстрелы. Есть попадание. Вон я вижу правый верхний угол. То есть, чуть выше. Значит, баллистический коэффициент, возможно, этой пули. Хотя нет, мы не учли ветер. Смотрите, давайте сделаем так. Вот я захожу опять в пристрелку. То есть, что нам нужно сделать так. Стоп. Вот. Заходим в ветер. 5 метров в секунду примерно. Направление ветра у нас идет в спину. Сохраняем. Вычисляем. То есть, он нам еще добавляет, правда, один клик. Но этого будет мало. Этого мало. Так, я зарядил. Давайте еще пробовать стрелять. Чуть-чуть выше, но по центру ровно. Ну, это уже все-таки 150 метров, извините. Это большая дистанция. Возможно, на этой пуле лучше баллистический коэффициент. Может быть, скорость на больших атмосферах, ну, не 100-270, как я вбил, а побольше, там, 280. Ну, вот, с сотки на полтинник у нас все нормально. Вот рядом сейчас легли. Попробуем сделать серию. Ветер стих, видно? Сейчас появился ветер, сейчас пулю оторвет. Не вижу, куда третья прилетела. Да, видите, выше пришла. То есть, ветер все равно очень сильно влияет на пульки, даже такие тяжелые. То есть, это стрельба как бы с учетом такого ветра прям обязательно. Ну, все равно довольно-таки, потому что ветер сейчас пошел. Давайте я возвращаю на 100 метров обратно пристрелку. Делаем выстрел на 100 метров. Тут у нас полтинник. Вот у нас 100 метров. Так, опять идет ветер. Довольно-таки кучная винтовка. Пульки можно отобрать. Для более лучшей кучности я этого не делал, потому что они весом... Ну, все-таки это пуля из пресс-формы. Довольно-таки кучно. Для полнотелных пуль это очень кучно. Давайте еще попробуем в сотку. Вот такая пуля большая, тяжелая. Ну, она не даст такой, да? Там валанчики, он всегда будет лучше лететь. Там полнотелые вот эти все пули, они... Ну, никогда не надо ждать от них там большой кучности какой-то. Их надо разогнать все-таки там побольше. Давайте еще на сотку попробуем. Вот ветер стих вообще. А там может быть не стих. Потому что там река со льдом и открытое пространство. Довольно-таки очень неплохо. Довольно-таки очень неплохо. Так, вот я здесь еще такую деревяшку поставил. До нее где-то 65 метров. Давайте сделаем выстрел на 65. 30 кликов. Я делаю 30 кликов и стреляю по железочке вот этой. Так, сейчас мы отстроим паровакс. Угу. Мне не видно, куда я попал. Сейчас еще попробую. Может быть тут не 65 метров. Я не могу ее померить, дистанцию ее. Потому что она находится за вот этим камышом. Сейчас промазал. Ветку попадаю, вижу. Из-за этого мажу. Сейчас не понял. Давайте вверх попробуем. Во! Точно! Здесь видно камыш какой-то. Нам мешает стрельбе. Все четко попадает. Вот так вот, друзья. Ну давайте попробуем еще куда-нибудь стрельнуть. Сейчас мы с вами найдем, куда еще пострелять. Потому что это очень интересно. Вообще PCP-винтовка это очень интересно. То есть многие люди начинают, как я например, с переломки начинал стрелять. Потом все-таки уже хочется что-то посерьезнее. PCP-шки. Их начинаешь покупать. Они разные у тебя есть. Под полнотелые подваланы там. Для разных калибров. Этот допустим 6-35 калибр. Есть 5,5 калибра. Есть 4,5 калибра. То есть для разных задач там просто на дачу приезжать пострелять достаточно 4,5 калибра. Если что-то там как-то подальше хочется, поинтересней, побомбить, то надо брать калибр побольше. Так вот. Давайте здесь что-то найдем. Сейчас мы будем мерить дистанцию. Вот, например, вот эти вот камышки. Попробуем в них сейчас попасть. Сейчас я верну прицел в исходное положение. Так. Сейчас я его достану в дальномер. Запись у нас на камере в прицеле идет. Вот сейчас попробуем стрелять вот по этим камышкам. Ну не по камышкам, что это там трава какой-то. Пучок травы. В общем, у нас 200 метров где-то до туда. Давайте мы стреляем на 200. Готово вычислить. У нас получается вверх 75 кликов. Вот, 75. И мы пробуем. Чуть-чуть не долетело знать. Ну, тут как бы я мерил берег. Вот. Я мерил берег. То есть, возможно, там и дальше. Но мы можем, смотрите, вот уже по прицелу вот так вот взять. И пуля улетит сейчас в эту траву. Почти. Можно кликами добавить. Вот так вот. Сделали целый оборот. Вот. Уже почти. Еще добавим. Все. До упора прицел. До упора. Больше не могу добавить. Ну вот. Почти попадаем. Довольно-таки очень интересно. Ветер у нас сносит. Возьмем поправку на ветер. Вот прям в камыш туда улетел. Давайте попробуем вон по тем корягам. Тут еще больше расстояние. Здесь, наверное, 250 где-то. Придется завышать винтовку. Вот. Вот. И мы понимаем, что он с пулю вправо уходит от ветра. Вот. Вот. Можно стрелять по дереву. Ну, тоже ничего не будет понятно. Даже не слышно, что попали по нему. Возвращаю ее на 100 метров. Вот я хочу стрелять по березе. Тут расстояние небольшое. Здесь у нас, ну, 25 метров. 43 клика. Раз, два, три. Все, до упора. Угу. Пульку-то не загнал в случае. По веточке давайте какой-нибудь. Нет, пульки не было. Прошу прощения, я так и не загнал пульку. Вот. 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 Попали по ветке. Еще раз попали по ветке. Таким образом можем срезать ветку. В общем, друзья, стрелять очень интересно. Сейчас я попробую стол по-другому поставить. И какую-то выбрать там. Хотя здесь особо уже нигде не постреляешь. В принципе, все понятно. Ну, по мишеням видно, что винтовка кучная, хорошая. То есть, для полнотилых пуль это довольно-таки очень неплохая кучность. Вот. То есть, на 100 метров мы видели разброс 4 сантиметра. То есть, квадратик, вот этот вот черный квадратик, он 27 миллиметров. И на видео можно сравнить примерно, как это выглядит. Чуть-чуть больше этого черного квадратика. Ну, грубо говоря, 4 сантиметра. То есть, без ветреной погоды можно 4 сантиметра выдать кучность этими пулями, этой винтовкой. Вот как вот она есть. Вот. Итак, друзья, поставил баночку 0.33, жестяную, с водой, на 220 метров. Давайте попробуем этой винтовкой поразить такую маленькую мишень на таком большом расстоянии. Вводим поправки. 93 клик, сосудки я делаю. Так, на ветер я не буду поправки водить никакие. Сейчас попробуем. Так, я включаю запись. Так, и мы пробуем. На ветер не берем поправку. Пока просто пробуем попасть. Возьмем поправку на ветер. По высоте у нас все четко. Блин. Возвращаю. Ветер сейчас вот пошел. Точнее, может быть, он стих наоборот. И все. Так, запись-то я не включил. Так, все, запись я включил на триггер камере. Вот вам видно. Левее ушла. Давайте пробуем серию сделать. Стабильно ли она сюда уходит. Надо приподнять чуть-чуть. Прямо рядом вообще сейчас было. Чуть опустим. Короче, сейчас попадем. На такой дистанции вот у меня 8 пулек. Ну, не попаду, не попаду. Ветер, потому что местами, как бы, то его вроде нет, то он есть, то его вроде нет, то он есть. Вот из-за этого тяжело. Сейчас стих чуть-чуть. Сейчас стих. Надо успеть сейчас, пока он стих. Чуть-чуть не долетел, но по лево-право прям идеально было. Блин, ну да что ж так вот? БАК! Есть! Попадание! Вот так вот, друзья. вот вам и винтовка шторм 220 метров в общем вы видите ее кучность на такой дистанции выше слишком сильно взял 5 взял высоковато выше это прям вообще ветер по ходу стих цель в нее ну ладно короче сразу попали дать еще добьем про пульки добью еще раз попал но я говорю это просто космоса не винтовка это пипец то есть на такой дистанции я попадаю но если пристреляться к ней привыкнуть это шедевр просто офигенно 220 метров с писи пишки по 0 33 банки но это как то есть вот сейчас уберу кратность прицела она где баночка нет прицел со второй первый покал вот так вот мне честно еще хочется стрелять последний магазинчик отстреляю все про как-то выходной сегодня уезжать не хочется с природы пострелять хочется теперь винтовка это вообще просто но как бы такая вещь кайфовая куда хочешь взял ее с собой стреляешь ни на кого не напрягаешь глушитель сам модератор на ней установлен звук практически нету от выстрела тем более с такой винтовкой ну дальней дистанции взять это прям вообще очень интересно занятие такое но сейчас еще будет сложнее попасть потому что она как бы у нас боком уже лежит вот сейчас пошел ветер смотрите как будет менять траектору пулю надо вот так вот выше брать нет ветер закончился там закончился до меня он дошел я еще раз попал ну это пипец его я пристрелялся и супра на 220 метров чуть-чуть не дошла не долетела чуть чуть выше прям ты я просто выше взял не надо было выше недолет ветер пошел выше ну короче я уже тороплюсь ладно все и постреляли прям классно рекомендую винтовку серьезно со своего там она и так не мог попадать я стрелял конечно на 300 там 25 метров но это я струнул мишень попадал 50 на 50 а здесь мы попали в баночку 033 не 05 это банка 030 лимонат какой-то так вот ну ладно друзья подписывайтесь а мы поедем домой нам еще отсюда возвращаться дорога у меня конечно стоит хороший прицел хорошего оптика это оптика милайт от китайского производителя премиум класса прицелы то есть и насколько в них видно очень хорошо вы видите то есть на видео в принципе можно будет все это дело увидеть как в него видно то есть как работают барабаны да то есть все очень четко кликабельно то есть вот я достаю барабанчик кручу возвращаю то есть он никуда не сбивать все то есть он остается это действительно премиум класса оптика то есть это хорошие качественные прицелы кольца у меня стоят не хорошие то есть для PCP они пойдут но для какого-то мощного калибра я думаю что лучше их не стать потому что они из алюминия хотя но не силами на из алюминия хотя не маковские то есть я жду когда придут мне китайские кольца мощные здоровые стальные кстати опять же завод милайт эти кольца будет делать эти кольца будет тоже премиум класса то есть это не китай какой-то там как все привыкли там я не знаю заказывать на алиэкспресс да то есть нет это будет профессиональные хорошие стальные кольца макски тоже неплохие кольца но у мака есть стали полностью но они извините стоят там где-то 40 тысяч вот на 34 трубу ну и про винтовку еще как бы вот у меня баллон я просто напрямую подключался слушайте прям ну я не знаю мне прямо вот эта винтовка понравилась я конечно люблю больше в классическом исполнении мне намного удобнее стрелять с классики я лучше соберу кучу с классики чем с был папа по что вот эта щека мне неудобно да то есть стрелять с нее как бы как бы в тачке и возить да там я не знаю кто по птичкам стреляет блин она идеально подойдет она небольшая не тяжелый то есть она весит 3 200 без прицела 3 300 кажется в интерн у нас как бы есть на сайте эти винтовки будут там принципе все информации будет написано сколько они весть вот резервуар здесь 320 кубических сантиметров 550 ствол полигональный вот ну то есть при этот без чоковый ствол без чоковый ну и вот нравится мне что сделано ребята сделали здесь выбрали биатлонный взвод он как бы очень удобен на самом деле а ну и самое главное это антибздун антибздун такой то есть мы выдергиваем эту чеку и все ну как бы это для знающих я не буду вдаваться в подробности люди которые знают что такое антибздун они знают что антибздун а кто не знает я просто рекомендую покупать с этой штук поверьте полезная вещь в наше сейчас время наш с нашими сейчас заказа закону законодательства так друзья винтовка значит 3 джоуна 3g не более трех джоуна сертификат все прилагается все есть вот заказывайте по ценам звоните мне я с ориентили и отправим в любую часть россии так что так всем пока друзья подписывайтесь на наш канал ну и поддерживайте наш канал своими заказами для подписчиков канала как знаете у нас скидки 7 процентов скидочку всегда сделаем на тепловизоры на винтовки на оптику на все всем друг всем спасибо друзья за просмотр подписывайтесь на наш канал всем пока